Привет! В ходе этого урока мы с вами создадим функционал для просмотра полной информации относительно любых товаров на нашем сайте. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproker.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. На данный момент у нас на сайте есть множество различных товаров, но при этом при нажатии на эти товары у нас ничего не происходит. Я бы хотел сделать так, чтобы при нажатии на какой-либо товар у нас появлялось некое модальное окно, ну то есть всплывающее окно, и в этом всплывающем окне у нас будет представлена полная информация относительно какого-либо товара. Вот давайте мы такой как раз с вами сейчас и попробуем реализовать. Для начала я предлагаю создать просто некий новый компонент. Этот компонент он пускай будет называться как showfulitem. Ну допустим у него будет такое название showfulitem.js. Здесь же мы используем сниппет для создания сразу нужного нам класса, и на данный момент я предлагаю вообще никак не видоизменять этот компонент. Чуть позже мы к нему доберемся, ну и сделаем, чтобы здесь был нужный нам HTML код. Пока мы его просто создали, и пока больше ничего с ним делать не будем. Теперь мы давайте создадим здесь в нашем основном компоненте app, мы создадим некое новое состояние. Это состояние пускай будет называться как showfulitem, и значение по умолчанию у нее будет как false. То есть изначально мы как бы ничего в плане полной информации относительно какого-либо товара ничего не показываем. Поэтому здесь значение идет как false. Далее мы давайте с вами сделаем вот что. Где-нибудь вот здесь, в самом низу перед футером, мы с вами пропишем одно небольшое условие. Это условие будет выглядеть следующим образом. Мы обращаемся к вот этому вот состоянию, которое я только что сделал. И если вдруг это состояние будет идти со значением true, то в таком случае я буду здесь отображать такой компонент, который называется как showfulitem. showfulitem. Ну и опять же, этот компонент он здесь автоматически подключился. Если у вас нет, тогда подключите его в ручном формате. На данный момент пока еще, конечно, здесь нечего тестировать. Мы давайте еще сделаем так, чтобы при нажатии на какую-либо картинку из какого-либо товара, чтобы у нас вот это вот состояние, оно менялось, чтобы оно становилось либо true, либо false. И тем самым мы по факту и будем показывать весь наш вот этот вот компонент showfulitem. Чтобы нам такое реализовать, мы давайте создадим здесь некий новый метод. Он пускай будет называться даже, наверное, так, он пускай будет называться onShowItem. Предположим, такое будет название. Никаких параметров этот метод принимать не будет. Ну и все, что здесь будет происходить, так это то, что мы будем с вами обращаться к такому состоянию, как showfulitem. И просто в качестве его значения мы будем устанавливать противоположное его значение. То есть мы как бы берем текущее его значение и вначале ставим восклицательный знак. Таким образом, каждый раз будем устанавливать противоположное значение. Нажали один раз, установили значение true, нажали еще раз, установили значение false. Ну, в общем, будет такая вот у нас логика. Теперь в items, вот в этот наш компонент, нам необходимо передать props, передать нужно свойство. Это свойство будет называться onShowItem. И здесь в качестве значения мы передаем с вами onShowItem, вот этот вот наш собственный метод. И да, кстати, забыл кое-что сделать. Конечно же, поскольку мы работаем с состояниями внутри этого метода, то нужно просто указать то, что этот метод может взаимодействовать с состояниями, ну и в целом с такой вещью, как this. Вот это вот мы с вами здесь еще прописываем. В общем, в плане этого компонента, в плане компонента app, на этом у нас пока все. Теперь давайте перейдем в items. Здесь в компоненте items нам нужно передать, по сути, вот этот вот метод showItem дальше в компонент item. И сейчас мы такое с вами и сделаем. То есть мы здесь указываем то, что у нас будет, например, такое свойство, как onShowItem. И в качестве значения мы сюда передаем this, props и onShowItem. Ну, то есть передаем свойства, которые получили из компонента родителя. Ну и, наконец, заходим в item. И здесь мы можем для каждого нашего изображения теперь добавить обработчик события. Это onClick. Здесь же мы создаем некую анонимную функцию. Ну и, по сути, все, что мы здесь будем с вами делать, это мы будем обращаться к this.props и будем обращаться к onShowItem, к вот этому вот методу. И будем его вызывать. Для этого я прописываю здесь круглые скобки. Никаких параметров мне сюда передавать не нужно. Поэтому, в принципе, весь наш функционал готов. Прежде чем протестировать, давайте еще раз просто пройдемся по тому, что мы сейчас прописали. То есть я просто создал некий новый метод. В этом методе я каждый раз меняю состояние showFullItem. Устанавливаю противоположное состояние. Дальше этот же метод я передаю в items. Из items я его передаю в component item. И здесь в компоненте item я вызываю, по сути, этот метод при нажатии на саму по себе картинку. Давайте мы уже сейчас такое протестируем. Просто посмотрим, что получилось. Итак, вот нажимаю на какую-либо картинку. И вы можете заметить, что здесь внизу у нас вводится showFullItem. Это именно тот текст, который есть у нас в нужном нам компоненте. То есть по факту сейчас при нажатии на любую из картинок у нас либо этот компонент показывается, либо он наоборот скрывается. Ну и также могу понажимать на какие-то другие товары. И этот компонент будет либо показан, либо наоборот он будет спрятан. В общем, все работает теперь корректно. Теперь мы давайте сразу же еще зайдем в индекс CSS. И пока я просто помню, я для каждого изображения добавлю курсор pointer, чтобы мы понимали, что мы действительно можем нажать на как бы изображение. То есть чтобы у нас просто был некий активный курсор. Но опять же, функционал от этого никак не пострадал. Теперь давайте попробуем просто вместо обычного текста выводить здесь действительно информацию относительно того товара, на который мы сейчас нажали. Чтобы нам такое сделать, мы давайте изначально зайдем в компонент app. И здесь я предлагаю в этом компоненте просто создать еще одно дополнительное состояние. Это состояние, оно пускай будет называться как fullItem. И поначалу это будет просто пустой объект. Чуть позже в этот объект мы будем помещать именно тот товар, который нам нужно отобразить и как бы с полной информацией. Ну и теперь немножечко еще меняем наш метод onShowItem. Этот метод он теперь будет принимать как бы один параметр. Это сам по себе элемент, который нужно отобразить. И здесь же мы давайте просто сразу будем обращаться к thisSetState. И будем обращаться к fullItem. И в качестве значения будем устанавливать тот элемент, который мы как бы с вами получили. То есть логика сейчас вот какая будет. Мы при нажатии, мы, вернее, при выполнении этого метода, в этот же метод будем передавать тот элемент, который нам нужно будет отобразить на всю как бы страницу. Да, вот в этом всплывающем окне. И мы этот элемент здесь получаем и просто его сохраняем в определенном состоянии. И вот что еще сразу предлагаю сделать, так это то, что мы в наш showFullItem теперь будем передавать как бы item. Будем передавать как бы сам по себе этот элемент. Ну и в качестве значения мы будем передавать thisStateFullItem. Вот такая тут будет вещь. То бишь еще раз. При нажатии на onShowItem, ну при нажатии на картинку вызывается onShowItem. Туда мы будем передавать сам по себе объект. Мы его устанавливаем в наше состояние. И этот же объект, который как бы нам нужно отобразить на странице, мы этот же объект будем передавать в компонент showFullItem. Теперь давайте сделаем с вами вот что. Зайдем в item.js. И здесь мы теперь будем еще при вызове onShowItem, мы еще дополнительно будем здесь передавать туда текущий элемент. Для этого я обращаюсь к this, props, ну и обращаюсь к item. Следующее, что я предлагаю сделать, так это еще немножечко, поработать с компонентом showFullItem. Здесь я оставлю div, при этом я укажу новый класс, пускай здесь будет написано как FullItem. А в качестве содержимого всего этого div я установлю весь тот HTML-код, который у нас есть для вывода конкретного элемента в компоненте item. Ну и, соответственно, сюда весь этот HTML-код я просто добавляю. Теперь давайте мы попробуем такое сохранить, просто протестируем. Итак, нажимаем. И вот мы замечаем, что у нас выводится нужный компонент, при этом вы можете заметить, что у нас идет вывод информации корректно. Ну, пока, конечно, без стилей, все это выглядит не особо здорово, но в то же время у нас подставляется сюда верный элемент, верный товар, выводится нужная фотография, выводится описание, название, ну и все в таком духе. И по логике вещей, с точки зрения функциональной части, мы уже с вами реализовали функционал для отображения каждого нашего товара в отдельном как бы блоке, да. То есть сейчас нам остается лишь добавить стиль, чтобы весь этот блок выглядел красиво, чтобы он выглядел как некое всплывающее окно, и это мы сейчас сделаем. Но на данный момент главное, что вот при нажатии на какую-либо картинку у нас действительно отображается здесь снизу нужный товар. И, наверное, единственное, что нам еще необходимо добавить вот для самого этого компонента, так это то, что у нас должна происходить обработка нажатия на кнопочку плюсик и обработка нажатия на, ну, на саму вот эту вот картинку. Так как если я сейчас нажму на плюсик, то вы заметите, что в корзине у нас, ну, ничего не будет добавлено. У нас, наоборот, будет добавлена только ошибка в консоль, так как здесь при нажатии на плюсик у нас должна вызываться некая функция on add, но эта функция, она сюда не передается. Поэтому вот этот вот момент мы сперва давайте сразу же здесь исправим. Чтобы его исправить, все, что нам необходимо сделать, так это по факту указать то, что мы в компонент showFullItem будем передавать с вами такой метод, как on add, и в качестве значения передаем addToOrder, а также будем передавать туда еще такой метод, как onShowItem, ну и в качестве значения будем передавать ShowItem, вот этот вот метод. Если такое сейчас сохранить, то давайте вот опять-таки откроем какой-либо товар, попробуем нажать на плюсик, несмотря на то, что эта кнопка, она совершенно некрасиво сейчас выглядит, она у нас все равно будет рабочей. Видите, вот у нас теперь в корзину был добавлен новый товар. Кроме того, если нажать на картинку, то сам этот элемент, он у нас прячется. В общем, теперь даже при отображении элемента на весь экран, у нас все равно в этом элементе есть весь необходимый функционал, остается лишь поработать над стилями, что мы как раз с вами сейчас и сделаем. Итак, давайте мы зайдем, пожалуй, в индекс CSS. И здесь вот мы ранее с вами прописывали различные стили, и мы их прописывали для тега main, и там как бы обращались к каждому определенному товару, и там прописывали для него стили. Сейчас же я просто предлагаю сделать то, что вот эти вот стили, которые мы уже ранее и так прописывали, они дополнительно еще и будут служить как стили для наших блоков full item. Ну и в общем сейчас нужно немножечко тут проделать такую не особо интересную работу, то есть мы повсюду здесь копируем селектор, и просто говорим о том, что мы добавляем эти стили дополнительно еще для блока full item, ну и там для определенного класса. Здесь мы делаем точно то же самое, то есть full item tag b, и давайте full item я, наверное, скопирую, так будет проще мне в дальнейшем делать, опять же tag b. Далее мы здесь опять прописываем full item h2, запитаем, full item tag b, вот, и здесь мы делаем точно то же самое, full item, так-так-так, emg hover, здесь мы делаем точно то же самое, full item emg, ну и для main item, для main item мы, наверное, не будем проставлять стили как для full item, да, то есть вот эти вот, тут я запятую уже прописывать не буду, в общем, давайте просто посмотрим, что на данный момент получилось, итак, попробуем открыть какой-либо блок, конечно, все это выглядит еще пока достаточно плохо, в то же время вот здесь внизу вы уже замечаете, что текст вводится достаточно красиво, вводится с теми стилями, которые у нас и здесь были проставлены, ну и остается сделать только так, чтобы у нас весь этот блок, он отображался как модальное, некое всплывающее окно. Для создания модального окна, или же для создания всплывающего окна, нам необходимо лишь поработать со стилями, а также HTML кодом. Нам не нужно уже прописывать никаких JavaScript или же React.js функций, так как все, что нам нужно сделать, так это просто поработать над стилями. Для начала давайте обсудим, как вообще должно выглядеть наше вот это вот всплывающее окно. По сути, я хочу создать некий задний фон, этот весь задний фон, он будет темный, он будет на всю страницу нашего сайта, и по центру нашего сайта будет некий белый блок, в котором как раз будет идти полная информация относительно нашего текущего выбранного элемента. И вот давайте мы сейчас как раз с вами такое и сделаем. Чтобы нам такое сейчас сделать, мы для начала должны чуть-чуть поработать над HTML. Здесь я просто укажу то, что у нас будет действительно некий div, full item. Внутри этого div у нас будет еще один определенный div, и наконец внутри этого div у нас уже будет находиться полностью весь наш товар. Мне такое нужно сделать по причине того, что вот этот вот первый наш div, он будет олицетворять как бы заливку, ну темную заливку для всей нашей страницы. А вот этот второй вложенный div, он уже будет как раз тем блоком, который будет находиться по центру всей нашей страницы. Ну и на данный момент, конечно, код у нас ни к чему не привел, то есть ничего у нас на сайте не поменялось. В то же время теперь давайте просто поработаем над стилями. Давайте мы обратимся к их селектору full item. И здесь пропишем следующее. Мы, во-первых, скажем, что позиция у этого объекта, она будет фиксированная. Далее я хочу растянуть этот объект на всю ширину и высоту. И для этого я просто здесь прописываю left, top, right и bottom, и указываю повсюду значение как 0. Таким образом, весь этот наш как бы объект, весь этот tag, он будет растянут на всю ширину и высоту нашей страницы. Кроме того, я бы здесь хотел еще указать background. Ну и давайте пока я любой background здесь проставлю, и просто за счет вот этой вот формочки выберу нужный мне цвет. Смотрите, я выбираю цвет как черный, при этом я бы хотел его сделать чуть-чуть прозрачным. Поэтому вот здесь я ползунком так спускаюсь, как бы вы же можете без ползунка просто прописать здесь, например, 0.8. Ну и по факту я указал черный цвет с небольшой прозрачностью. Вот пускай у нас будет такая логика. Кроме того, я бы хотел здесь указать еще Z-индекс. Мы его укажем каким-то очень большим. Я так делаю по причине того, что наше модальное окно, оно всегда должно быть поверх других любых элементов, поэтому указываем здесь достаточно большой Z-индекс. Ну и дополнительно тут мы еще давайте укажем overflow auto. Это нам просто нужно для того, чтобы никакие лишние элементы не выходили за предел нашей страницы. Если подобное сохранить, вы заметите, что особо у нас тут красиво ничего не стало. У нас просто весь этот наш элемент, он растянулся на полностью всю ширину и высоту. Ну и выглядит это не особо. Поэтому допишем еще дополнительные стили. В этот раз мы обращаемся к full item и обращаемся к выложенному GIF. Ну по факту я обращаюсь просто к вот этому вот объекту GIF. Вот. И тут мы пропишем с вами следующее. Мы пропишем то, что ширина у нас пускай здесь будет как 600 пикселей, допустим. Дополнительно мы укажем здесь position relative. Также мы давайте укажем здесь какие-либо отступы. Ну например 10% сверху снизу. И по бокам у нас пускай будет auto, чтобы он автоматически позиционировался по центру. Также мы укажем внутренние отступы. Например 40 пикселей сверху снизу, 30 пикселей по бокам. Также задний фон я бы хотел указать. Например это будет некий белый цвет. Обвод, ну вернее скругление углов я бы хотел также указать. Допустим 9 пикселей. Ну и на данный момент вот так выглядит наше модальное окно, наше всплывающее окно. Как по мне очень даже здорово. То есть у нас действительно есть теперь задний фон. Этот задний фон был создан за счет вот этих вот свойств. И плюс мы с вами добавили свойства для вложенного блока, указали ему ширину. И вот этот блок он действительно здесь находится. Дополнительно давайте протестируем различный функционал. Например нажимаем на картинку блок. Действительно он у нас закрывается. Вы по желанию можете где-нибудь здесь еще добавить некую кнопку. На ней можете написать там например закрыть. Ну и при нажатии на эту кнопку вызывайте тот же метод, который мы вызываем при нажатии на саму картинку. Это если хотите можете такое добавить. Давайте мы еще вот что сделаем. Откроем корзину. Сейчас у меня тут нет никаких товаров. И попробуем например открыть вот этот вот элемент. Нажимаем на плюсик. И ну и ладно давайте закроем этот элемент. И вот мы замечаем, что действительно у нас этот элемент тут же был добавлен в корзину. В общем весь функционал нашего сайта он работает. В то же время мы теперь спокойно можем просматривать все наши элементы. Как бы в полном формате, в полном размере. Во всплывающем неком окне. В общем все это выглядит достаточно здорово. Ну и в принципе на этом наш урок подходит к концу. Надеюсь этот урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал. А также вступать в наши соц. сети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.